Здорово, комрады! Сегодня у нас видео на рубрику Путешествуем по местным краям, по историческим местам, по природным красотам Сегодня мы с братишкой выехали на кордон 273 из рассказа Паустовского Сейчас мы движемся в направлении национального парка Мещерский В Рязанской области нам предстоит порядка 15 километров проехать Восемь из них по грунтовой такой дороге и потом через асфальт Там у нас будет река Пра С этой стороны у нас здесь болотная такая территория Скоро мы выйдем, я вам дальше покажу У нас там будут различные урочища, название я их точно не помню Но суть в том, что это выглядит как поля, но на самом деле там болотистая местность Сейчас у нас в низинке милиционные канавы В 60-х годах прорыл некий товарищ, я потом на Витипедии посмотрю, я точно не помню Очень интересная тема с милиорацией в Рязанской области А вот те самые поля, на самом деле это не поля, это болото Вы можете видеть вдали болотистые травы, всякие различные осоки, камыши Но тем не менее в настоящее время грунт такой более твердый стал Потому что тут уже много лет нет воды Вот за счет этой системы растительных канав, но тем не менее это все же остается болото Если здесь глубже копать, здесь будет торф И в самом лесу вот там также имеются торфяные разработки Торфяные пруды, в которых можно увязнуть Собственно вот вы видите затопленные канавы Это постарались бобры, они здесь подоставили плотин Здесь глубина до полутора метров И на дне очень много вязкого ила, в котором можно увязнуть Поэтому туда я соваться никому не советую Мы добрались до поселения Гришина Это дорога с общением спас клепики за Гришина Она здесь в принципе асфальтовая дорога, это заканчивается Состояние у нее такое среднее Ехать в принципе можно Сейчас будем проезжать скоро после реки Боровки Которая течет из Мещерских лесов Все леса здесь в принципе заболоченные Что в принципе собственно для Мещеры Вот этот капитальный железобетонный мост Там река права буквально в полутора километрах Здесь вот видите болотки и везде травы Вот он И мы выезжаем в поселение Гришина Деревня Гришина Гусаевского сельского поселения Да, набирали здесь воду Вот колодец интересный Ну да, тут наверное частные фермы держатся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Дима Торзок Другого здесь в Мещуре быть и не может Дальше едем Вот вы видите справа все заболоченные земли Это на самом деле еще достаточно высокая вода После зимы, которая у нас была многоснежная И вот мы уже приближаемся к мосту через реку Пра Вот он впереди нам скоро на возвышении То есть сюда также люди есть отдыхать На лодках поплавать Здесь покупаться Здесь есть небольшой пляжик На него съезд Здесь можно приехать на рыбалочку посидеть Здесь прямой участок реки Пры И, кстати, течение там достаточно сильное Всегда сносит, когда пытаешься там искупаться Если вы видите информационный знак О том, что кордон 273 Вот И какие предупредительные знаки Вот мы уехали на железобетонный высоководный мост через реку Пра Прямо по курсу у нас Через километров 30 город Клепики Ну а мы сейчас едем дальше Уъезжаем уже непосредственно в лес Национального парка И скоро будем на точке, с которой начнется наш маршрут Так, короче Продолжение следует... Мы находимся на ключевом повороте В лесу И указатель нам говорит, что это тропа Паустовского Сейчас мы будем следовать Строго на юг По лесной дороге Нам порядка Четырех с половиной, пяти километров Пешком непосредственно до кордона Ну а по пути я вам покажу Все достопримечательности Этого леса Так, плакки сейчас с тобой взял Да там негде купаться А озеро Шуи вообще полное дно, да? Ну там и видишь О, кстати, это черника, смотри Ты как много черники Ну так хвойный лес Видал, какой котяк? Интересно, кто это? Медведь? Какой же вот котяк? Там вон котяк такой огромный, черный валялся Или волчара А если что, у меня оружия нет Отмахиваться Там от лисы-то вот какой-нибудь У меня тоже нет А о чем мы так не предусмотрели? Так как мы когда в том году ходили Мы тоже не предусматривали Сейчас такая прямая будет Слева овраг Тут еще где-то должна быть стрелка на Паустовском Ты быстро не лети Ты сейчас устанешь как бы Таким шагом Спокойнее Нормально, мы с тобой путешествующие Мы не должны уставать Ну что, дядь? Как тебе вот это местечко? Я смотрел На вики-мапе Там то ли под газопровод Я не знаю точно под что Но вот это типа просека Она вроде как искусственная И она там тянется на несколько километров Оттуда туда, да? Ага И туда он за дорогу уходит Я подозреваю, что здесь зимой Снежный гост Такой вода свежий Лесной Добрый день Меня зовут Сергей Каплин Мы вот с Мишаней Идем на кордон Паустовского Именно сегодня 17 июня 2021 года На дворе мы специально подгадали Что была солнечная погода на дворе Как в Сан-Франциско Вот Кстати, о Сан-Франциско Специально для них Для местных жителей С 11 часов утра До 16 часов дня Не рекомендуется вообще Бывать на солнце Потому что Прямые солнечные лучи Палят кожу рук, ног Не рекомендуется загорать Рекомендуется головные уборы Там носить С солнцезащитными очками Почему? Потому что Злое солнце нещадно Короче, выжигает все На самом деле, все живое Особенно человека Вот Поэтому Мы воспользовались этим правилом И как раз в это самое время Когда солнце высоко в небе Над Мишанским парком Как и над Сан-Франциско В общем, мы находимся Значит, по рекомендации специалистов Значит, в тени А именно в лесу То есть, когда индекс ультрафиолета На самой максимальной отметке Мы, как я говорил С Мишаней Находимся в лесу Мы в безопасности Вот И когда дойдем до кордона Паустовского Мы тоже будем находиться В лесу И так отлично проведем Время На сегодняшний день Вот это уже стремно Не, ну можно? Да, нет Там сбоку можно Не, можно, можно Вот Объезжай Но все равно Это уже стремно Мы сейчас, получается, вот здесь Смотри Мы примерно Одну треть пути Только прошли Вот мы сейчас здесь Мишары Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому А сейчас неподалеку от знака болотом шары Мы видим вот такой вот проток Это такой ручей Скорее всего Это вытекает вода из болот Она подходит вот к такому мосту Который здесь построили на дорогу Тут закопали трубу металлическую И вот В другую сторону я перешел Этот ручей дальше идет в направлении реки Пра То есть вода с болот уходит в реку Пра Как вы можете видеть Вода такая темная Все отражает Потому что это болотная вода Она коричневого цвета В ней много взвесей Бобры здесь кстати тоже ходят Видно ветки покусанные Они то есть и до болот тоже добираются В общем вот так вот интересно Ну а мы продолжаем наш путь дальше Так Мы дошли до развилки За спиной с правой стороны У нас остались болотом шары Куда туда дорога уходит Я не знаю Но в том направлении Солочинское шоссе Через десятки километров А мы двигаемся дальше По тропе Паустовского И собственно вот нам Указатель говорит о том Что нужно идти туда Красивейший лес Тут интересные Такие вот овраги Я бы здесь полетал На самом деле На своем гоночном квадрике Тут можно и фристайл поснимать И синематик Очень классное место Посмотрите как живописно Зря Паустовски описывал В своем рассказе Этот лес В деталях И всю эту местность У нас здесь Заяц Или кролик В лесу Вот он сидит Темненький такой Вот он Вот он А вон он Прошел Примерно через полкилометра От разъезда Имеется вот такая вот беседка Стоит в тени Здесь усталый путник Может спрятаться От дождя И покушать Крыша сделана из досок Вот такая вот Классическая лесенка Все меры Противопожарной безопасности Вот так вдоль дороги Здесь Идут такие вот рвы И вот Имеется следы костровища Но вот это конечно костровище Неграмотное Потому что здесь Надо было очищать землю до песка Ну а мы Движемся дальше В направлении кордона А туда в сторону Владимирской области Там вдоль реки Бужи По ее берегам Тоже присутствуют Всякие строения Такие Типа хижин Маленьких домиков Но более простые Кто-то отметки делал На деревьях топором Может чтобы не заблудиться Хоть здесь блудить то негде А что по дороге идешь Идешь где блудить то Может быть Я не знаю Может зимой Вот зимой кстати может быть Во время урагана зимой Время снежной бури То да Если здесь зимой Никто не ездит Я думаю Что тут Не особо разберешь Где тут дорога Где нет Ну да Тут снега то будет Везде одинаково Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поляном Как они в лесу Там где-то живут Как они там Ну короче Целая жизнедетельность Почему-то такая Не знаю Норвежский гоблин Не знаю Почему Ну нам это не грозит Мы не в Норвегии Мы На среднерусской равнине Находимся Далеко Далеко От всяких гоблинов нас здесь можно встретить только русский медведь нет у нас русский волк на своя мифология есть в россии там кикимора болотная русалка на ветвях который сидит ну это конь и рапогах это чисто славянской мифологии потом леший папа а леший который в чаще леса живет бабка ешь как раз здесь болото шары как раз здесь вся эта дичь должна жить так мы пришли к озеро шуя здесь вот такая лесная поляна прямо буквально 700 метров будет непосредственно кордон 273 а здесь такая вот туристическая остановка сейчас мы подойдем к знаку на котором указано что это именно озеро шуя есть также имеется лавочка на которой сидел паустовски непосредственно на данный момент здесь никого нет ограничение в лесу там уже сквозь заросли проглядывают озеро шуя вот так вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Уже ощущается озеро, пахнет влагой, буквально через пару метров И вот по очеркам это якобы лавочка, на которой сидел сам Паустовский И любовался видами этого лесного озера Пахнет влагой, пахнет прохладой Ветер сегодня северный За самим озером, прямо по направлению, спустя какое-то расстояние находится река Пра Озеро, скорее всего, соединено с ней протокой Берега здесь очень обрывистые То есть кажется, что на самом деле здесь можно зайти Но нет, если сейчас опустить ногу или палку Здесь глубина будет примерно по пояс, именно вот в этом месте То есть в любой части берега здесь глубина сразу будет примерно по поясу Вот вы можете видеть такой вот обрыв Смотрите, вот это вот берега озера Шуя Видите, это чисто вот болотное такое основание То есть вот берег, но ненадежный Из фагнума, веток и прочих наростов То есть туда можно сейчас в глубину уйти Я думаю, по весне вся вот эта низменность Когда много воды, она затапливается Вот такой большой такой, с крыльями огромные И так, мы дошли до очередной развилки Направо уходит лесная дорога к озеру Орос Налево тропа Паустовского Которая идет непосредственно к кордону 273 И нам осталось идти буквально 700 метров КОНЕЦ Что это за проток, наверное, из озера Орос Металлическая труба Такой импровизированный мостовой переход И течет в направлении Старицы Реки Пра Старицы Реки Пра Которая идет к кордону 273 Из очерка Паустовского А вот это безногая ящерица Я не помню, как она называется правильно Это не змея, это именно ящерица Я посмотрю потом, напишу в самом видео Она питается насекомыми, червяками, слезняками Абсолютно безобидная Такая укусить не может Вот это кордон, мы до него дошли Вот этот вот? Я думаю, да А куда она ведет дальше? Да по лесу Точно конечный? Думаю, да Ну так ворот кордона Закрытая территория Здесь должен быть это Ночлег для канойщиков На территории, как у вас У заповедника У заповедника это нет Собственно, мы здесь Собственно, мы здесь Собственно, ворот кордону Ну и еще одна Продолжение следует... Интересное сооружение. Похоже на колодец. Либо такой холодильник, где можно в речную воду что-либо опустить и охладить. За пруду на столице Рикопра, скорее всего, чтобы сюда могли подходить туристы, которые сплавляются по воде. Вот непосредственно дом лесника, который описывал Устовский в своем очерке. Он подновленный, вот так вот он выглядит. Здесь на крыше для навигации, скорее всего, чтобы было с воздуха видно, находится надпись Cardon 273. Вот такая здесь площадка. Костровище. Огромная поляна. Вот там, скорее всего, отхожее место. Огромная поляна. Огромная поляна. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok